Работать бухгалтером Ирине Хрепуновой надоело. В продавцах тоже не задержалась. Но вот уже три года она крутит баранку в одном из такси Уссурийска. Вы удивитесь, но в этой работе есть место благотворительности. Причём Ирина даже не выходит за дверь своего такси. Инвалидов и людей, кому за 65, водитель Ирина Хрепунова обслуживает бесплатно. Дедушки и бабушки узнают об этой услуге на месте. Их дети и внуки из статуса в одноклассниках. Бабулечка садится, говорит, ты правда бесплатно возишь? Конечно бесплатно. А я тебе денежки уже приготовила. Я говорю, да не надо. Спать будете ложиться? Говорю, ну помолитесь за меня что ли. Вышла, бабушка такая маленькая, худенькая, с тросточкой, еле-еле шла. Ну как я с таких людей могу взять деньги? Сама Ирина из многодетной семьи. В детстве стала сиротой, поэтому высоко ценит заботу, которую родители отдают детям. Считает, что если есть глаза, руки, нужно помогать и людям с ограниченными возможностями. Я много лет уже дружу с обществом инвалидов, милосердия. Вот сегодня один из моих друзей женился. Он полностью слепой, вот Сергей Пуховой. В неделю таксист-благодворитель бесплатно подвозит до 10 человек. Руководство не против. Главное, что Ирина план выполняет. Вот у меня подруга, например, она, я так не могу говорить, потому что мне надо детей, ну как бы, воспитываться, держать мне эти каждые 100 рублей. Я говорю, ну и мне как бы тоже надо. Ну просто это, наверное, от людей зависит, помогать или не помогать. У нашей героини трое детей. Два студента и малыш. Они воодушевляют маму. Ведь после каждой тяжелой смены Ирина хочет бросить работу. Терпения и сил не хватает на грубых и наглых пассажиров. Ну вот одна у меня девушка была. Она в садик завезла ребенка, потом поехала на работу, на ЛРЗ вышла. Ну и такая, говорит, ну все, спасибо, до свидания. Говорю, нет, девушка, с вас 80 рублей. Так, а почему вы же бесплатно? Я говорю, вот вашу мать я привезла бесплатно. Ну говорю, я же писала, говорю, как бы на форуме, что борзеть я не дам. Жалеет Ирина об одном, что иногда приходится отказывать льготникам в моменты, когда очень много платных заявок. Номер телефона у меня на борту, говорю, а позывной 450. Вызывайте, буду рядом, обязательно приеду, помогу.